Здравствуйте, господин Гамбер, скажите, пожалуйста, вот вы почти два года уже возглавляете сборную России по дзюдо, изменилось ли ваше мнение, ну и вообще взгляд на дзюдо в России с тех пор, ну, с того времени? Да, у меня мнение изменилось в лучшую сторону с того момента, как я начал. Когда я был в 2008 году, я был в первом кемпе с моим сопотором, потому что я не один, я был очень хорошим партнером, хороший партнер с моим тренингом. Я думаю, что это может быть очень хорошим партнером, потому что это большой партнером, тоже хорошая энергия, но не лучше, как сейчас. Потому что сейчас я действительно понимаю, что этот партнер действительно в состоянии быть лучшим партнером в мире. С того момента, как я начал в 2008 году работать с командой, я хочу сказать, что я не один, что у меня хорошие помощники. И вот тогда, когда я начинал, я понимал, что команда может быть действительно сильной, хорошая команда, но я не представлял, что она может быть вот такой, какая она уже сейчас. Скажите, ввиду изменения правил с захватами за ноги, сильно ли это повлияло на технику джудаистской сборной России? У нас есть огромные изменения в том, что мы не можем собрать ноги. Это действительно изменяет стиль русского джуда? Это для нас большой проблем? Да, это не большой проблем. Это, наверное, большой проблем для нас, чем для других стран. Но я думаю, что с этой командой, мы можем поставить новое изменение и новое ситуацию. Сейчас мы можем сделать адаптацию в этих новых руках. Это новое для всех других команд. В этом случае это не только для нас. Я думаю, что это основное проблеме для русского дж. Руссия – это большая страна. Русские люди – это большая страна, с сильными прошлыми. И также с сильной культурой. И с очень важной страной. С действительно важной страной. Но команда была слишком сильно離та и слишком遠 от людей. Люди не следят в команде. Я помню, когда я был национальный тренер в Италии, в Африке, и я смотрел. Но нет другого ситуации между командой и республикой. Теперь я начинаю слышать лучшее ощущение между людьми и российским командом. Россия – это очень мощная страна с большой культурой и действительно она такая особенная страна. И мое мнение, что раньше были проблемы в том, что в команде не было такой дружеской атмосферы и не было хорошей связи с обществом команды. Она была как отдельная такая. И сейчас я вижу, что он стал намного лучше. То есть команда, она как бы более открыта для общества в целом. Потому что в моем понимании очень важно, когда я понимаю, что мне оказывают поддержку. Меня как бы поддерживают мои болельщики и вообще я чувствую, что меня поддерживают. Я думаю, что это очень важно. Еще вопрос по поводу прошедшего чемпионата мира. На ваш взгляд, он немножко в качественном медальном плане был хуже. С чем это связано? С чем это связано? Почему вы думаете, что это произошло так? Почему мы не имеем такие же болельщики, как раньше? Я думаю, что каждое соревнование совершенно индивидуально. Каждое соревнование – это всегда отдельный случай. Нужно понимать, что эта команда – это абсолютно новая команда. Возможно, только Гаданов из прошлого состава. Я хочу вспомнить, что в конце 2008 года только четыре спортсмена входили в топовую десятку в мире. Всего четыре команды. Через два года у нас 10 человек, которые входят в первую десятку мирового рейтинга. Три месяца назад был Грандшлем в Москве. И надо сказать, что Грандшлем в Москве – это абсолютно такое же соревнование, как и чемпионат мира. Это было около 75 стран. В некоторых категориях больше 80 человек, 85 человек. На тех соревнованиях мы первое место там заняли. Два золота, одна серебро, две бронзы. Но если мы смотрим два голл-меда, один серебро и два бронза – это пять человек в части медали. Мы можем понять, что это пять человек, которые медалисты. Пять человек медальных. На мире было примерно то же самое – шесть человек боролись за медаль. Двое заняли третье место, двое – пятое место и двое – седьмое место заняли. Это показывает, что наша команда сейчас действительно одна из сильнейших команд. Сейчас мы должны быть счастливыми. Но позиция – это в состоянии, чтобы победить. Да, где-то нужно какое-то везение. Но ситуация такая, что мы готовы, чтобы были у нас золотые медали, бронзовые, серебро. Но это не значит, что иногда. Это значит, что на соревнованиях, все соревнования, в которые мы участвуем, это невозможно. Так, вполне возможно.